Приветствую вас, давайте я отвечу вам на ваши вопросы, которые вы задаете в конце своего текста, вот, а потом я, соответственно, уже прокомментирую и разберу весь ваш вопрос, который вы задаете, ну, который вы пишете. Значит, могу ли я работать самостоятельно, есть ли какие-то техники самопомощи, самоподдержки для самовосстановления? У вас здесь, конечно, просто потрясающее количество слов «само». Понимаете, я вам так скажу, что... Сами себе вы можете помочь. Хорошо можете, хорошо можете себе помочь сами. Если окружите себя людьми, которые вас будут ценить, уважать, любить, которые будут вас поддерживать. И если вы окружите себя теми, кто будет хорошо понимать смысл того, что с вами вообще происходит. Если люди будут понимать, что именно с вами вообще, ну, ну, что вы переживаете сейчас, что вы чувствуете сейчас. Понимаете? Вот. Вот это будет идеально для вас. Техники работы с эмоциями описаны в книге Федерика Перлза «Практикум по гесталтерапии». Федерик Перлза «Практикум по гесталтерапии». Это вот книга, так, в принципе, и называется эта книга. Вот. Там описаны упражнения на работу с эмоциями. Вот. Там эти упражнения есть. Вы можете их почитать, про них почитать и можете их, собственно говоря, все эти упражнения можете выполнить. Я думаю, что у вас получится. Вот. Дальше. Улучшение самооценки. Да, улучшение самооценки. Улучшение самооценки, возможно, ну, то есть, что такое улучшение самооценки, да, это, по сути, что вы стали думать, что нужно, что вы стали себя ценить, да, что вы стали себя больше любить. Улучшение самооценки – это задача комплексная, комплексная задача. В том смысле, что, с одной стороны, есть вещи, которые вы в себе явно не принимаете, есть вещи, которые вы в себе, ну, отрицаете, отвергаете, считаете их вредными, ненужными, опасными для вас. Вот. С другой стороны, с другой стороны, если вы отказались от всего того, что у нас было, да, то есть, вы отказались достаточно легко и от друзей, и от какой-то своей деятельности, да, и... По сути, по сути вы, ну, по сути вы просто очень быстро переключились, значит, ну, очень быстро переключились вы, значит, значит, с того, что вы, ну, с того, что вы делаете, да, очень быстро, очень быстро вы переключились на человек, вот. Что означает, что означает, что вот то, что, то, чем, то, чем вы занимались, то, чем вы занимаетесь, чем вы увлекаетесь, то, что вас интересует, да. А выбрано это все, вот именно выбрано было, ну, как-то вот, знаете, без ориентации на вас. То есть, чтобы это было выбрано исключительно только каким-то, грубо говоря, задним числом. Вот. То есть, это все было выбрано либо для достижения каких-то целей, либо для удовлетворения других людей. Ну, вот, вот. Ну, никак не для того, чтобы, собственно, вы чувствовали себя, там, ну, грубо говоря, счастливой, да, чтобы вам было хорошо, допустим. Вот. Вот никак. Для этого это, ну, для этого это было не выбрано. Соответственно, вам нужно провести реструктурирование того, чем вы занимаетесь и на что вы тратите свои ресурсы, на что вы тратите свои силы, на что вы тратите свою энергию, чему вы посвящаете, грубо говоря, свою жизнь, вот. Да? Вот. Вы проводите реструктурирование этого, вы занимаетесь только тем, что соответствует вашим интересам, что соответствует вашим желаниям, то, что дает вам живую и обратную связь исключительно от процесса. Только так можно повысить свою самооценку с этой стороны, со стороны деятельности. А с точки зрения того, что вы себя не принимаете, да, то есть с точки зрения именно такой вот психологической, субъективной, здесь уже история немножко другая. Здесь важно понять источники, откуда вы себя вот перестали принимать, ну, то есть почему вы перестали себя принимать. Вот. Это, конечно, история такая, ну, куда более важная и куда более значимая по своему влиянию, по объему своего влияния на вас, чем все остальное. Так же важно ориентиры понять самооценки, да, то есть какие у вас ориентиры при расформировании самооценки. Вы ориентируетесь на что? На себя или вы ориентируетесь там, например, на других людей, да, а почему вы ориентируетесь на других людей? Откуда у вас это пошло, да, кто, кто сказал вам, кто научил вас? А если вы ориентируетесь на себя, то что будет, если вот вы, ну, если бы вы ориентировались бы на себя, да, то что бы было в таком случае? Как бы тогда вы себя чувствовали бы, например. Вот. Вот это вот всё нужно прорабатывать, посмотреть и обязательно с психологом обсуждать. И в зависимости от этого психолог будет вам, значит, соответственно давать какие-то задания. Вот. Я бы вам порекомендовал бы здесь поэкспериментировать со словом нет, да, то есть как часто вы говорите нет, кому вы говорите нет, что вы чувствуете, когда говорите нет. Вот. И, соответственно, это поэкспериментировать для себя. Попробовать, опять же, с близкими людьми либо с психологом потренироваться в плане вот того, что нет, ну, в плане того, чтобы говорить нет людям. Вот. И посмотреть, что вы чувствуете. Я бы порекомендовал вам посмотреть на что вы тратите свою энергию, да, то есть вот, когда энергия у вас идёт легко, допустим, и когда она идёт тяжело. Ага, я бы порекомендовал вам вот посмотреть на эту историю, очень хорошо изучить эту историю. Вот. Потому что на самом деле это очень важно для, ну, для вот вот человек, который, допустим, вот, как Фейда попал в зависимость от, другого. Вот. Дальше. Надеюсь, вот, в чём вы участвуете и в чём вы заняты, чем вы заняты? То есть просто, опять же, сформулировать для себя этот аспект. В чём вы участвуете и в чём вы заняты? Вот. Чем вы заняты? Точнее. Вот. Значит, перечислить и определить отношения к этому, в чём вы заняты и в чём вы принимаете участие. Вот. Значит, где у вас принуждение к этим действиям делать добрые воли и выяснить мотивы. Вот. Я бы рекомендовал поработать с чувством вины. Да. То есть вот обычно, ну, обычного вот человека, который вот склонен к, значит, зависимости, да, ну, к, или ну, к зависимости, к созависимости. Вот. Достаточно такое вот, либо доносированное чувство вины, крайне деструктивное чувство вины. Вот. Вам необходимо это чувство вины рассмотреть более подробно. Опять же. Вот. А в основном напрямую влияет, да, на то, как вы себя ведёте, на то, как вы себя чувствуете и так далее. Вот. То есть чувство вины это отдельный аспект, который тоже нужно исследовать. Вот. И, соответственно, определить природу чувства вины, да, как вы себе говорите, там объясняете через, ну, через вину. Вот. Вот. Что происходит. И так далее. Дальше, 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 дальше. Дальше. Так. Проработка личных границ. Проработка личных границ, опять же, невозможно без партнёра. Вот. Желательно партнёра, которых, которые, ну, которому бы вы доверяли бы и которые, соответственно, принимал бы вас, такой, какая вы есть. Значит, по границам здесь нужно, опять же, принять решение, исходя из ваших ценностей, исходя из того, что вам важно, дорого и так далее, да. Вот. Исходя из этого, я бы, я думал, что чётко решить для себя, что вы готовы делать для других и что не готовы. И какую цену, то есть, цена того, что вы делаете, какая, готовы ли вы платить эту цену. Вот. То есть, прежде чем что-то делать, да, прежде чем что-то для кого-то делать, вообще что-то делать, тогда подумайте, кто я, чего я хочу, как я могу это получить и какая цена, кто будет платить, кто будет платить. Кто и как будет платить, кто и чем будет платить за это. Вот. Значит, здесь книжка Townshend Barrier, написанная для христианских сообществ. Да, книга, книга, написанная христианством, христианином, для христиан, там много достаточно религиозных аспектов, вот. Но, в целом, вот именно, как барьеры там, именно, когда барьеры преподносятся, да, вот, в целом, мне думается, что эта книга идеально подходит для начального такого понимания того, что такое барьер. Вот, это как бы, да, ну, для выстраивания личной границы, скажем так, скажем так. Ну, вот, это вот то, что вы можете сделать сами, да, то есть, как бы, читать книгу какую-то, да, и там уже управление есть, и им следовать. Вот, игнорируя, конечно, игнорируя, безусловно, игнорируя то, что, ну, вам, ну, то, что вам неинтересно. Улавливает смысл, смысл и суть. Вот, ну, вообще, личные границы, значит, это, значит, с одной стороны, это четкое понимание своих чувств, да, и взятие ответственности, ответственности за свои чувства, взятие, именно взятие ответственности за свои собственные чувства. С одной стороны, и с другой стороны, наоборот, не принятие ответственности за чувства других людей, других людей. Вот, это очень важный момент. Очень важный момент, на самом деле. Вот, и если вы, соответственно, настроены серьезно, решительно, если вы настроены решительно, то это вот тоже ваш путь. То есть, где я, где я, а где другой человек, что я готова сделать для него, чего я не готова делать для него. За что ответственный я, за что ответственный другой человек. Ну, это так, так вот, так вот, для начала, да, ну, вот. То есть, качество самопомощи. Ну, еще раз повторяю, да, то, что сформироваться нужно вам исключительно, вот, только с тем, кто принимает вас такой, какая вы есть. Так, значит, вы пишите, пока результаты отработать с психологом не чувствую, было всего три консультации, но пока я еще, я еще стоял в щеке, ничего не понимаю. Да, ну, вы знаете, эмммм, щек это очень удобное состояние, стоит вам выгодно находиться в щековом состоянии, на самом деле, серьезно. Вам нововыгодно находиться в этом состоянии, потому что в этом состоянии можно ничего, можно ничего не делать. Вот, там все, можно не принимать решений каких-то, можно не, ага, значит, ну, можно позволять другим людям, там, что-то делать, да, можно, там, за что не брать ответственность, можно. Ну, короче, короче, щек это очень удобное состояние, вот, я вам искренне рекомендую, как можно быстрее выйти из этого состояния, выходить из этого состояния. Вот, и выйти из этого состояния можно, на самом деле, очень, очень легко, да, просто брать ответственность, просто брать и принимать ответственность, вот, за то, что вы делаете. Просто брать на себя ответственность, как бы, вот, это то, что вы, опять же, можете реально сделать сам, это то, что вы можете реально сделать для, вот, себя. А то, так, щековое состояние может продлиться очень, очень долго. Другое дело, если это что-то серьезно, да, если вы, прям, совсем теряете связь, вообще, с реальностью, да, то тут, конечно, может быть, и психотерапевт вам нужен, а не психолог. Вот, терапевт, честно, сказалось, что мало знает нас нацистическом расстройстве и опыта работы с результатом в таких отношениях нет. Имейте дополнительную работу с психологом, специализирующимся на кризисных ситуациях. Ну, вы знаете, я бы сказал, что вам просто нужен нужен психолог, который работает с созависимыми. Вот, то любые процессы зависимы. То есть нацисты, у вас не кризисное состояние, нацисты кризиса это совсем другое. Ну, по крайней мере, исходя из того, что я вижу, не кризисное, не кризисное у вас состояние. Состояние у вас, состояние у вас именно вот созависимое. И ведете вы себя как созависимый партнер, по сути. То есть, мне кажется, есть такой вот немножко депрессивный, депрессивный налет от подавления своих желаний, от подавления своих импульсов и своих чувств. Раз вот вы захотели чувствами работать. Кстати, по поводу чувств в этой книге, в которой я говорил, Федерик Перлс, это очень хорошее упражнение. Там много, но очень хорошее упражнение есть. Обратите внимание на то, как вы едите. То есть, что вы едите, и как всегда, как вы чувствуете его вкус. То есть, чувствуете ли вы вкус только на первой ложке или вилке? Чувствуете ли вы вкус первого кусочка или вы чувствуете вкус всей еды? Вот такая история. То есть, там очень много, очень много упражнений. Вот я думаю, что неспроста вы заговорили про чувства, да? То есть, неспроста вы заговорили про свои эмоции, потому что все это у вас подавляется. Вот это депрессивный налет. Ну, депрессивный налет, опять же, лучше работать в транзактном анализе, как мне кажется. Ну, если это не болезнь, да? То есть, если это не болезнь, там, она серьезная уже. Вот. А личные границы, которые у вас не установлены, да? Это из семьи. То есть, в семье ваши личные границы не уложались, и все, и вы это перенесли, собственно, в реальную жизнь. Вот. Соответственно, с семьи ей нужно начинать. И именно с семьи ей нужно начинать. Так. Значит, вы пишете... Теперь давайте разберем наш текст. Недавно вышли из отношений, в которых стало морально тяжело и не просто. Длились они пять месяцев. Сначала все, как мне казалось, было здорово. Мужчина ухаживал, заботился. Мы проводили вместе много времени. И между нами было полное понимание. Так. Ну, смотрите. Значит, что меня интересует? Вы говорите, что мужчина о вас заботился. Вы говорите, что мужчина за вами ухаживал, заботился. Вот. Скажите мне, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, что для вас это значит? Тот мужчина ухаживал и заботился. То есть, как вы себя чувствовали в этот момент? В этот момент? Когда он о вас заботился, мужчина? Вот. Насколько лучше вы себя чувствовали в этот момент? Насколько различались ваши ощущения, да? Когда он ухаживал за нами и когда, соответственно, этого не происходило. Вот. Значит, это на самом деле очень такой важный момент, потому что именно к этому, именно это вас и удерживало. Значит, с ним в отношениях. В надежде на то, что он вам даст то, в чем вы нуждаетесь. Вообще, есть любая проблема с зависимым от человека, да? Вот. Попытка получить то, в чем он нуждается, от другого. Не от себя, а от другого. Ну, на чем, собственно, и погорает. Такой человек, почти всегда. Вот. Теперь, опять же, я не знаю, делали вы это с психологом или нет, но, тем не менее, вот почувствовал. Вот здесь. Да, то есть, как вы воспринимали ухаживание мужчины, да? То есть, насколько это было вам приятно, насколько менялось ваше восприятие себя в этот, ну, в этот вот момент, в эти моменты. Дальше. В последние месяца-полтора человека как будто подменили, если до этого я была для него самой лучшей, красивой, самой любимой богиней, как он говорил. Правда, что вдруг стали вылезать поступки суха, которые полностью противоречили этому отношению. Так, ну, значит, смотрите, аноним. А вы правда считаете, что можете быть для мужчины самой лучшей, самой красивой богиней и так далее? То есть, ну, вы правда считаете, что так может быть, что это реальные отношения? Непринятие каких-то недостатков. Вас, вот, грубо говоря, не смешал тот факт, что мужчина, он, по сути, отказывается принимать вас, ну, полностью, скажем так. То есть, она отказывается принимать вас, ну, грубо говоря, до конца. Вот. Такой, какая вы есть. Вас это не настораживало? У мужчины? Не настораживал вас тот факт, что человек явно вас идеализировал, как бы, ну, вот, ну, в отношениях. Он вас возносил. Превозносил, возможно, даже. То есть, по сути, не видел вас полностью. А как вы…считаете, как вы считаете, вы действительно богиня? Действительно можете быть самой красивой. Действительно можете быть самое там… Самое, самое, самое… Может быть это так. Может быть это так. Но тогда богини, вам нужно считать себя саму, просто так. Не со стороны кого-то, не со стороны мужчины, а просто знать, что вы самая красивая, что вы самая любимая и так далее, и так далее, и так далее. А вот, наверное, этого нет. Почему нет? Как складывались отношения с родителями? Вас баловали в детстве или наоборот обесценивали? Понимаете? Вот. Это вот то, что, мне кажется, здесь нужно обязательно, на чём нужно обязательно осторить внимание. Так. Ну и дальше у него начинается обесценивание, да? То есть он начинает вас обесценивать. Вот. Значит, когда давал понять, что ему не нравится, начинал обвиняться, ставать на колени, да? то есть, как бы, здесь, возможно, ложь, возможно, это была его тактика по принижению у нас. Значит, в 12-х периодически меня обманывал, позволил себя меня обозвать, меня это возмутило, я хотел уйти, но он физически меня задержал и не отпускал. Но, знаете, вот на самом деле это очень серьёзная такая проблема и серьёзная и печальная проблема, что есть нарушение физических границ людей. Я могу сказать вам только то, здесь, вот здесь я могу вам сказать только то, что обычно, 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 когда человек чувствует, что его физические границы нарушаются, он физически отстраняется. То есть, понятно, что никто не может, ну, держать вас бесконечно. Вот. То есть, проблема не в том, что он вас физически ограничил, проблема в том, что вы оставались. Вы всё равно оставались после того, как он вас отпустил. Да? Вот. Вы всё равно остались с ним. Вот в чём, в чём, в чём проблема. А так, ну, так получается, что вы его опять как бы обвиняете в том, что это вот он, что он вот такой, значит, плохой негодяй, да, что он вас держал, держал там и так далее. Вот. Ну, то есть, это весьма и весьма отстранительная позиция. Да. Дальше. Так. Значит. Стал извиняться, прикладить цветами, подарками. Мне кажется, это самое лучшее. Понимаю, что не брал, сказал, что я просто поработал с отношениями. Вот. Значит. Ну, короче, тут вы описываете, да, я не буду, наверное, всё читать. Вы просто опять-в-опять в ухтёке. Да? То есть у вас вот это состояние. Состояние, оно периодически как-то вот возникает, это состояние, что вы в шоке. Да? То есть человек какие-то, какие-то факты искажает, да, вы вместо того чтобы отравнировать, да, вы раз, ушли, ушли в шок. Вот. И всё, вам хорошо в шоке. Я говорю, вам выгодно. Это очень выгодно. Очень выгодно находиться в состоянии шока. Вот. Но, тем не менее, да, несмотря на то, что это очень выгодно, это деструктивно и вам ничего не даёт. Вот. Так, значит, в итоге он начал обманывать психолога и не скажем, а... Значит, софт-факта... Вот. В его проблемах негативных поступков на меня окружающих. Тут, соответственно, игра всё из-за тебя, или все из-за него. Соответственно, вы можете посмотреть об этом в интернете. Вот. И, кстати, вот по поводу нарциссизма, да, просто вот пару слов, пару слов. Хотел сказать, что, на самом деле, это человек, который обесценивает всех вокруг, да, то есть пытается возвеличить себя как-то, но в глубине силы он обесценивает себя. Это человек, по сути, у которого нет ничего, вот нет ничего своего. Вот, он все это, он вперед у других. Вот. Так, ну, здесь он набрал долгов, винил меня. Вот. Соответственно, вот сейчас отравливается будет хорошо. То есть это тоже такая инстантильность. Вот. Ну и, соответственно, дальше продолжает обесценивать. Вот. Значит, также замечалось, что он всегда просил мне рассказывать о своих чувствах, что я просто расцветал, когда я начинал плакать, иногда даже улыбался. То есть это вот такой немного садистический способ получения эмоций, да, то есть человек именно садист. То есть, ну, в каком смысле, в каком смысле слова человек садист, да, человек садист в том смысле, что у него низкий эмоциональный интеллект, вот. Ну, чем, кстати, частенько отличаются люди, такие как ваш мужчина, вот, бывший, и ему нужны только острые сильные чувства, вот. А поскольку обесценивает себя, то принимает он только негатив, негативные чувства, а позитивные чувства не принимает таким человеком. Дальше, значит, так, словно, так, выряжался, если отказывался, обряжался, известно, ну да, то есть как бы такая детская позиция, ну вот. Опять же, тут как бы вы все это делали, да, вот вопрос в том, для чего вы все это делали, зачем вы все это делали, вам нужно концентрироваться на себе, да, то зачем это все делал я? Мне стало казаться, что я сходил с ума, последний месяц единственное, что чаще всего испытывалось, как говорится, когнитивный диссонанс, иначе не скажешь. Ну, когнитивный диссонанс, на самом деле, немножко другое, когнитивный диссонанс, когда человек уверен в чем-то, да, вот он настолько уверен, уверен в чем-то. Например, уверен в том, что завтра станет солнце, да, но раз он не станет, вот это диссонанс. У вас здесь не когнитивный диссонанс, у вас здесь что-то другое. Первое время, пока все было хорошо, я очень поддерживала его, благодарила за его, за его свободу, подбадривала в трудный момент, и тогда говорила, что верю в него. Ну, вот, понимаете, да, то есть, как бы вы, с одной стороны, подбадривали его только тогда, когда вам это было, ну, когда вам было удобно, когда вам было хорошо, да, то есть, вот, вот, вот. А когда начались проблемы, вы его подбадривать перестали. То есть, я опять же, я не обвиняю вас сейчас, не подумайте, чего плохого. Просто, просто, мне кажется, нужно поисследовать вот то, что вы даете другим, то, что вы даете человеку, это нужно поисследовать. Как вы даете, что вы даете, ради чего вы даете. Вот. Когда он стал видеть из себя странно негативный, я перестал поддерживать его и подбадривать. А ведь именно в этот момент человеку поддержка нужна, как не парадоксально. Это его раздражало, он стал требовать снова этой накачки энергии, которой ему так не хватает. Стал говорить, что ему не самая вера в него, без нее он не может ничего делать, не работать, ничего. Ну, это классическая история созависимости, созависимость. Он накваливал себя, то унижал под конец отношений, даже бросил его удары. Ну, здесь мазохизм, мазохизм. То есть, опять же, он, вот, это такая, знаете, мазохистическая любовь. То есть, ему нужно было, чтобы вы... То есть, он обижал вас, оскорблял и попитывался вашей негативной энергией, либо позитивной энергией. Ну, вот, ну, в основном, все-таки, он, я думаю, тяготел именно к негативу, вот. И к себе он относился также. То есть, ему нужно было, именно, вот, негатив, и именно жесткость. Ну, понятно, что это травмы, травмы в детстве. Вот, теперь вы пишите, что от него верил холодом, сломал любви и так далее, он был равнительный, как робот. Ну, вы знаете, мне кажется, сейчас у вас обесценивание идет. То есть, тоже слишком, слишком сильно идет де-идеализация, де-идеализация идет. То есть, из-за раньше вы его идеализировали, теперь вы его де-идеализируете. Тут, как бы, тоже странная сторона. Вот. То ли мне его словам верить, то ли своим ощущениям. Да нет, мышским словам вообще верить лучше не стоит. Он верит только смотреть на действия мышечины и верить своим чувствам. Вот. Если совпадают действия и чувства, значит, все круто. Если не совпадают, начнется разговаривать. Сначала отношение было как в тумане, еле соображалось. Идеализация. Идеализация – это такая форма выражения ваших желаний, которые вы, вероятно, вообще, ну, в другое время не выращались. Только сейчас, значит, начну с друзьями, понимаете, про что происходило. Замечал, у него высокомерное грубое поведение. Ну, опять же, это все, да, опять же, опять же, все это идея, все это идеализация. То есть, как бы, ну, высокомерное грубое поведение всеми, кто младен. Окей, ну, все это видим, ну, вас это все устраивало тогда. То есть, мы готовы были на сцену это закрыть глаза. А ради чего? Давайте, как бы, вот, ну, не будем на мужчину спускать, как бы, да, собаку все. Вот, ну, это не идеальный человек, да, как и все мы, он не идеальный. Вот, но все-таки свой выбор нужно уважать. То есть, нужно понять, почему вы сделали именно этот выбор, для чего? И, соответственно, вот, а то, какие, что у него там, какая разница? Для чего вы все это пишите? Зачем? Вот, сейчас, понимаете, у него не крепкие личные границы. Я не сразу осознал, насколько, насколько это недопустимо, из-за состояния, как в тумане. Нет, не личные границы, личные границы, не четкие личные границы, были у вас еще до того, как вы, ну, вступили с ним в отношения с мужчиной. И осознать вам это нужно, осознать вам это нужно было раньше. И еще. Вот, поскольку вы этого не осознавали, не чувствовали, точнее, значит вам было выгодно вести себя так. Я думаю, что здесь ситуация перекликается с шоком, который вы периодически испытываете. Я думаю, что это связано как-то между собой. Дальше. Так, видимо, не сразу осознал, что надо бежать от этого человека. Ну, вот много, вот много осознал, осознал, но, на самом деле, чувства, если вы прислушивались к чувствам, может быть, вам и отношения рвать не стоило бы, не надо было бы с ним тогда. Вот, ощущение, что я был настоящим абьюзером, ветераном особо, всем признакам. Да нет, на самом деле, там человек жертв, просто вы, как жертву этого не чувствуете, вам гаджетом тела. Сначала отношения, энергия все время у меня была на любви не было, ссыл, довольно быстро началась депрессия. А что, есть диагноз по депрессии? Откуда знаете, что депрессия началась? Начала постоянно болеть, перестала общаться с близкими друзьями, не было стола работы, заниматься любыми делами, хобби. Я только лежал и лежал, и все, и все. Ну, я так полагаю, что здесь психосоматика, которая защищала вас. То есть, я не думаю, что есть такая история, как накачка энергии там и так далее. Вот, я думаю, что это просто психосоматика. Вы чувствовали негатив, негатив, который исходит от человека, и психосоматика вас защищала. Каким-то магическим образом силой и желанием общаться и видеться вот только с ним. Да нет, нет, магия здесь ни при чем. Магия здесь ни при чем. Вы видели? Вы хотели видеться с ним только потому, что он давал вам то, что вам было нужно. А все остальное не давал. Все остальное это иллюзия, о чем я говорил. Вот так-то магия здесь нет. Все-то понимают, что это была зависимость. Ну, от названия слов, как бы, зависимость, магия, как бы, смысл не меняется. Смысл это ваши потребности, которые вы удовлетворяете, и способ, который вы выбираете для удовлетворения. Когда вы вышли из этих отношений, день за днём появились силы, энергия улучшилась. Самочувственно стал работать с удовольствием. Так вот вы одеваете и дальше будете одевать. Вам нужно только работать над тем, что я сказал, и все. Вот, теперь он сказал, теперь когда он сказал про то, что это психолог не дал, только когда он сказал, что психолог не дал ему сказать правду, я вдруг очнулась, воскнулась, поняла, что должно твориться такой бред, я все точно хожусь в нём. Я сразу ушла. Вот. Ну, очень похоже на то, что у вас вот постоянно педалируют какие-то внешние обстоятельства. Я не стал для глазов, очень похоже к его поведению. Так, когда ты не на чем доверяешься, все постарается, снова теперь очень хочется установить. После этого таковы вроде все. Восстанавливается сразу нет. У вас силы появляются, в соответствии улучшается, работа с удовольствием начинается. Разве это не есть восстановление? Восстановление. Оно нет. Так, значит, дальше. Так, снова очистить, набрать сил. Так вы же оживаете и набираете сил. Ну, боже. Значит, куча психосматических проблем и депрессии, как будто полностью обслушивлены совершенно безнадежности. Депрессию вас диагностировали? Или вы сами себе назначили депрессию? Сейчас у меня к нему злость и даже ненависть. И давайте разберем, по какой причине ненависть. Что такое ненависть? Что такое ненависть? Это препятствие человеку, человеку получить то, что оно препятствует человеку комфорту. То есть, когда кто-то препятствует комфорту другого, появляется ненависть. И как это связано? Вас морально очень тяжело. Чем? Я думаю, что дело здесь все в том же. То есть, вы также продолжаете обесценивать свои желания и чувства. Теперь вы себя вините. Просто вините себя за то, что поддались, знаете, на все поддались своим чувствам. Вот, обменяйте себя. Обменять себя на самом деле не нужно. Нужно... То есть, гораздо лучше, если вы будете... Если вы признаете, что вы хотите, признаете свои желания и будете их удовлетворять. Вот. Вот так. Чувствую, много вы всего этого изучаете. И вот я бы не рекомендовал вам изучать литературу психологическую вообще все раз читать. Только то, что вы рекомендуете вот психологами, да. То есть, я бы на самом деле вам вообще бы не рекомендовал заниматься самопомощью, да. А лучше все-таки работать с психологом, да. А то, что вам в перерывах между встречами тяжело, это общаться с друзьями, заниматься работой, там. И выполнять домашние задания, которые вам дает психолог. Вот. Можете бы выполнять те задания, которые дал я. Но читать литературу и читать статьи про нацистов и все такое я не рекомендую. Потому что литература и статьи написаны для специалистов, не для клиентов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok